так друзья вынесли мы наши перчики вот такие это не замечательные вот даже уже какой перчища висит сейчас будем рассаживать тепличка наша вот одна сторона уже готова сейчас вторую сторону тоже доделаю и будем рассаживать тут помидорки помидорки у нас вот такие вот разные трех сортов по моему вот такие небольшие невысокие с очень мощной корневой системой называются они как вот эти так называются они томат как не пас 9 не пас 9 не посылку ищийся удлиненный среди как красивый плод такой вот посадим таких у нас таких у нас где-то десятка полтора наверно корней следующий у нас сортик томатов стопудов называется такой вот он по форме круглый мощный мясистый таких у нас десяток наверно корней так еще один это все один так а вот тут у нас домашние сорта помидоров такие крупные нормально это прошлый год собирали мы не знаю какая какая название у них и вот еще один сортик у нас называется томат узата хата о узата хата называется вот такой он по форме довольно крупненький тоже корней наверно 15 у нас в принципе нам достаточно особо помидоры мы не едим используем только томатный сок но не немного консервируем ну и там лечо и всякие где добавки другие другие соленья нам хватит перчиков тоже вполне достаточно прошлый год насадили половина вот этой грядки половина вот этой грядки было насажено ну и продавали раздавали сами всю зиму ели мороженый был у нас и и то есть хватило с лихвой и вполне дарюшка нам тут помогает юная огородница что у тебя за семена ну-ка расскажи поделись нашими телезрителями что у тебя за семена огурчики молодец огурчики как называются родничок огурец родничок этому корнишон чеки наверно да почитай какое почитаю ну корнишон чеки такие небольшие огурчики родничок чек сейчас мама подготовит нам даши лунки вот здесь вот в этой части будем мы садить их сколько займут перца остальное за займут помидору это огурцы остальную часть займут огурцы и другая сторона теплицы вот эту которую я сейчас подготавливаю она будет занята чисто томатами ну еще уголочек я думаю он там в дальнем уголке он там еще где у меня есть не засыпано там посадим базилик и может еще какие-то зеленые там культуры приправные приправы вот так вот будем работать сейчас жарище хорошо греет солнышко сегодня замечательное так вот наши перчики первые мы уже посадили сейчас я их под корешок из леечки хорошенечко пролью сверху еще замульчируем вот таким образом они у нас будут в два ряда в два рядка вот так вот ровненько чтобы ставим палочки чё так вот потихонечку садим садим наши перчики замечательные еще раз не устану повторять что перцы тени из пачек магазинные это перцы взятые в супермаркете и из них извлеченные семена вот такие они у нас каждый год получаются замечательные нынче посадили вот их немножко поплотнее чем прошлый год прошлый год как показала практика были немного редковато посажены сейчас немного покучнее посадили как раз до половины гряды они у нас станут посадятся и принципе хватит так прошла ночь наши перчики ожили прошли вчера вечером опустили таки эти листья но сегодня ночь прошла переночевали хорошо на улице был замороза где-то примерно минус один ну в теплице достаточно тепло было плюсовая температура с перцами ничего не случилось все хорошо все замечательно вот уже бодренькие стоят взбодрились хорошо прижились получается то есть то есть это никаких таких осложнений при посадке при пересадке не произошло что очень хорошо по помидорке тоже тоже чувствую себя вроде вполне нормально вчера были слегка повязки и после посадки ну вот как видим хорошо подняли листики бодренькие стоят ничего не в ней погибло корневая система не нарушилась даша не опустились то вот один один листик просто тут сломаны нормально все целое не ломай не трогай все будет замечательно ну все помидорки хорошие все бодренькие у всех листва поднятая то есть все хорошо укоренилось вот у нас перчик уже с перчиком вот такое через буквально 3-4 недели уже будет большой крупный перец я думаю что ты тут играешь подруга сегодня даша на моем по печенье не ходим сегодня с ней работаем делаем гряды она горит это прекращай уже делать свои как ты их назвала дела дела горки горки дали как кучки прекращай горит делать свои кучки я их называю бубликами сделал наверно штук 20 лунок для тыквы для кабачков потихоньку навоз распределяю по огороду буду сейчас продолжать дальше вся вот эта часть огорода у меня для предназначена для тыквы тут будет тут считаете раз два три раз два три четыре больших гряды по тыкву и буду много много лунок делать вот сейчас уже начал формировать лунки даша горит горочки я говорю бублики тут я буду садить либо тыкву тоже либо кабачки прошлый год садил прямо в землю вот нынче так вынимал грунт на штык лопаты где-то примерно туда внутрь закладывал тоже навоз сверху земля и вот так вот вокруг лунки чтобы предотвратить рост травы обкладывал навозом когда листва разрастется все это потом перегниет спокойно за лето весь навоз перегниет вот уже пол огорода сделал вот это прошлогодняя ботва тыквы ее тоже уложил по краям гряды вместо бортов тоже за лето она спреет очень много ботвы остается от тыквы и она такая плохо рвется трудно с ней бороться особенно когда она сырая зеленая еще когда убирали осенью достаточно времени и сил потрачено надо было чтоб ее стаскать в одно место на эту гряду почему я здесь не сажу картошку а потому что здесь перепад огорода перепад огорода вот это задняя часть огорода дальняя часть где сейчас у меня находится где я сейчас стою и вон та передняя часть огорода перепад где-то примерно сантиметров на 70 а может и на метр даже тут ниже намного и вот каждый год у нас устоит вода болотистая картошка вымокает и вот второй год я подряд сажу нет третий даже уже нет второй второй год подряд сажу тыкву полностью дабы тыква хорошо здесь растет и вот все это заваживаю навозом постепенно постепенно поднимая этот огород еще на лет пять а то и десять хватит его поднимать чтобы хоть как-то сравнять немножечко можно конечно завести грунт но в принципе у меня такой проблемы не стоит у меня под картошку есть другой огород большой участок а здесь у нас растет тыква советую всем кто держит поросят и вообще любую живность в домашнем хозяйстве кабачки и тыква это очень большое подспорье кормовая база бесплатная и растет хорошо очень начиная кормить с середины середины наверное июля и до самой глубокой осени а то и на зиму хватает еще тыквы и кабачков прок заготавливается вот сейчас буду дальше продолжать а и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok